Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать альбом, который закончила буквально вчера. Это тот нечастый случай, когда заказчик полностью оставил оформление альбома на мое усмотрение, и у меня не было никаких ограничений. Поэтому он стал своего рода экспериментальным для меня. В первую очередь размер 23 на 27. Такого формата альбома я ранее не делала, но мне понравилось, как это смотрится. Так что я думаю, что это не последний альбом такого формата. Во-вторых, в этом альбоме я использовала белый грунт, то есть я немного забеляла декор, добавляла белые брызги. Раньше я этого не делала, потому что мне казалось, что не все заказчики поймут какие-то непонятные белые брызги. Возможно, покажется кому-то, что это выглядит не слишком опрятно, но здесь я рискнула и результатом довольна. Давайте я расскажу вам и покажу поподробнее. Обтянут альбом льняной тканью с очень ненавязчивым таким изящным рисунком. Украсила обложку текстурной пастой, разными видами кружева, чипбордом. Причем надписи в альбоме все на английском языке. Я их покрыла каракелюрным лаком для того, чтобы добиться таких небольших трещинок. Здесь также я использовала неокрашенный чипборд. Цветы плоские, объемные и бисер различных оттенков. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Первый разворот выглядит так. Здесь фон я решила усложнить также с помощью текстурной пасты. Выбрала для этого дамасский рисунок, потому что в центре рамочки для фотографий, видите, эта рамочка, сюда фото будет вставляться, также использован дамаск. Здесь очень много деталек. Гипсовая рамочка с датой, когда пара расписалась. Есть высечки, вырубка, вот такие вот часики, веточка. Есть даже вот такая вот пленочка, на которой нанесен текст черный, но он очень ненавязчивый и в целом выглядит гармонично. Следующий разворот, он сложный по конструкции и по украшениям. Здесь также рамочка для фотографии, а здесь вот такая дополнительная книжечка. Она вынимается, закрывается на магнитик. Здесь карточка для записей. Здесь кармашек для фотографий, сюда фотографии можно наклеить. И здесь еще одна карточка для записей. Здесь у меня также текст для записей. Для украшения этой странички я использовала гипсовую колонну, которую я разломила. То есть верхняя часть у меня здесь, а основание здесь. Здесь также у меня эмбосинг на кальке, капельки, бабочки. Ну и, конечно же, текстурная паста. Что здесь, что здесь. На правой страничке у меня две вертикальные открывашки, которые держатся на прозрачном анкере. Откидывается так. По краю я пустила хлопковое кружево. Здесь тоже кружево, но уже белое. Очень интересные акриловые часики. Круглая рамочка. Это новая рамочка. Недавно ее получила. И в нее идеально вписалась фишка по размеру. И в целом мне очень нравится, как это вместе смотрится. Также здесь у меня шифоновый такой цветочек. Шифоновые такие розочки. Кресло. Рамочка. Следующий разворот. Это, пожалуй, любимый разворот в альбоме. Мне очень нравится здесь цветовое сочетание. Такой ненавязчивый розовый и очень сдержанный зеленый. Также на этой страничке я использовала несколько видов кружева. Здесь настоящая кружева. Кружевной нож, который недавно у меня пришел. И кружево от Дракола Марта Стюар. Также здесь розовая шебби лента. Давайте ее развяжем. Здесь она продевается вот в такое вот колечко. Эта часть откидывается. И она держит две вертикальные открывашки. Здесь у меня также гипсовый корсет. Бисер. Цветочки. Здесь мостик. Также цветы. Надпись. Фоновый чипборд. Вот этот вот каскад у меня держит сердечко из чипборда. Серединку я тоже покрыла каракелюрным лаком. А также на вот этот шнурочек добавила еще бусинки деревянные. И вот такую вот розовую полосатую. В качестве основы для открывашек для фотографий я использовала крафтовый картон. Потому что он отлично сочетается с этой бумагой. Закрываем. Следующий разворот. Здесь немножко другая цветовая гамма. Это розовый, голубой преимущественно. На правой стороне рамочка для фото. Фишка. Такие вот туфельки. Маленькая рамочка. Здесь тоже центральная часть откидывается. Но она держится уже не на шибеленте, а на белом шнурочке. Которая пройдет в люверс. Вся эта центральная часть откидывается. Здесь еще место для фото. И большой карман, в который можно поместить либо фотографии 10х15, либо 15х20. Причем, когда центральная часть закрыта, совершенно не видно, что здесь еще есть карман. И в нем спрятаны дополнительно фотографии. С этой стороны вот такая большая центральная часть откидывается. Она держится на двух прозрачных анкерах. И здесь тоже карман. Здесь для украшения я использовала гипсовый стульчик, фонарь, чипборд, бабочки, кружево. Следующий разворот. На этом развороте более такая природная гамма, бежевый, зеленый. С этой стороны спрятан магнитик. Откидывается так и так. Здесь еще открывашка. И еще место для вертикальной фотографии. Здесь для украшения я использовала надпись «Фэмили» и вот такой фонарик. То есть предполагается, что здесь будут фотографии, где родители вручают молодым семейный очаг. С этой стороны большая гипсовая рамка, надпись «Лав», винтажная фишка, чипборд. На этом развороте я использовала две вот такие вот карточки. Давно они у меня были, очень нравились мне эти комодики, но никуда не подходили. А сюда они идеально вписались. Один вставляется сюда, а другой сюда. То есть помимо того, что вот эта открывашка держится на прозрачном анкере, ее еще фиксирует карточка с комодиком. Откидывается она так, а эта полностью вынимается. Закрываем. И заключительный разворот. Он выглядит так. Здесь горизонтальные фотографии. Цветы вишни бумажные. Чипборд. Нежнейшая шеби-лента. Надпись «Форэва». Нижняя часть держится на прозрачном анкере и полностью откидывается вниз. Здесь еще карман. Здесь место для фото. И откидывается еще так. Такой вот альбом у меня получился. В целом я очень осталась им довольна. Надеюсь, что и вам он понравился. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!